Ровно неделя до дня общероссийского голосования, как говорят, исторического события для страны. Все избирательные участки республики готовы, средства индивидуальной защиты закуплены, а в труднодоступных населенных пунктах процесс уже пошел. Вместе с тем участковые избиркомы продолжают прием заявлений от граждан лично и через сервисы госуслуг об участии в голосовании на дому. И каждому такое право предоставят. Форм голосования у нас очень много при проведении общероссийского голосования. Наряду с традиционной формой голосования в помещении для голосования, опять же традиционной формой голосования вне помещения для голосования, то есть на дому, применяются такие формы голосования, как голосование с выездом в организации, учреждения и предприятия, расположенные на территории республики Коми. При условии, что работники этих предприятий открепились по системе мобильный избиратель и прикрепились к близлежащему участку. Вот в этом случае участковая избирательная комиссия получает право выехать на предприятие и организовать голосование до дня голосования не в помещении для голосования. Для чего это сделано и почему это сделано? Прежде всего, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Одно из новшеств голосования по конституционным поправкам в нашем регионе технического характера. Принято решение об организации видеонаблюдения на 99 избирательных участках в Сыктывкаре и Эжинском районе. В режиме офлайн и без трансляции в сеть интернет. Будут установлены ноутбуки в каждом помещении для голосования. И мы утвердили схему, как этот ноутбук должен быть установлен и что должно попадать в поле обзора его видеокамеры. Вся информация, которая будет фиксироваться, будет храниться, каждый день будет записываться и отдельным файлом храниться. Потом, в случае возникновения каких-либо споров, судебных перспектив, это можно будет использовать в качестве доказательства нарушений или отсутствия нарушений, произошедших на избирательных участках. Политические партии и общественные организации направят своих представителей едва ли не на каждый избирательный участок. Кроме того, в общественной палате Коми организована горячая линия, куда может обратиться каждый участник голосования, если посчитает, что его права нарушены. Все это сделано для того, чтобы весь процесс голосования прошел максимально чисто и открыто. Жизнь движется вперед, а конституция у нас уже устарела. И, конечно, эти поправки нужны. И вот там есть такие поправки, прежде всего, о семье, например, о социальной поддержке семей. Много поправок. Я, как многодетная мама, вот это вот очень поддерживаю. Еще считаю, что брак должен быть обязательно между мужчиной и женщиной в первую очередь. Да и вообще по жизни так должно быть. И действительно, есть отдельная поправка в Конституцию, определяющая понятие брак, как союз мужчины и женщины. Это не тотальный запрет ЛГБТ-сообщества, а именно защита традиционных ценностей. Одно из предназначений семьи – это рождение и воспитание детей. О поддержке отцовства, материнства и детства в обновленной Конституции уделяют самое широкое внимание. Мне очень нравится эта доступность медицины. Качественная медицина, значит, продолжительность жизни людей увеличивается, качество жизни людей увеличивается. Вообще здоровье – это самый ценный капитал человека. И поэтому, когда человек здоров, он счастлив, он сам живет хорошо и пользу людям приносит. В общем, это очень важный пункт. Всего в Конституцию России планируют внести порядка 200 поправок. Более подробную информацию по ним можно узнать на сайте конституция2020.рф, в СМИ и на избирательных участках, как в день голосования 1 июля, так и за неделю до него. Высказать свое отношение к поправкам в основной закон страны возможно уже с 25 июня. Алексей Корчмай, Олег Юшков, телеканал Юрген, Сыктывкар.